Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередная группа борцов за свободу отправилась на фронт. Город Глендалл в Соединенных Штатах Америки признал независимость Республики Арцах. В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта происходят бои местного значения армии обороны Арцаха. Необходимо усилить международное давление на Азербайджан, депутат Совета Европы. Иран разработал проект постоянного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта «Зарив». На курском языке снимается документальный фильм о заброшенных церквях в Хаккаре. 1700-летняя церковь в Мордении в Западной Армении выставлена на продажу в интернете. Сегодня очередная группа борцов за свободу добровольцев из числа ДОСАА в Армении отправилась на фронт. Это была третья группа, сегодня уже формируется четвертая. Добровольцы ушли и в победном настроении, веря, что вернутся победителями. Как и прежде, все единодушно настаивали на том, что армянская армия, армянский солдат выйдет наконец-то на берег реки Куры. Президент Западной Армении Армана Кабрамян также проводил добровольцев и пожелал уходящим на фронт армянским бойцам победного возвращения. Затем президент Армана Кабрамян встретился с главой ДОСАА в Армении генералом Аркадием Тертадовысяном Командосом. В ходе встречи обсуждались организационные вопросы добровольческих отрядов текущей ситуации на передовой. Город Глендл, штат Калифорния, США официально признал независимость Республики Арцах Нагорно-Карабахской республики. Как передает Армен Пресс, городской совет на заседании в дистанционном формате единогласно принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Резолюцию о признании независимости Арцаха внес мэр Глендл в Реш Агаджанян. В резолюции отмечается, что Республика Арцах, известная также как Нагорно-Карабах, является армянской исторической территорией и большинство населения, которое всегда составляли армяне. Республика Арцах – свободное, суверенное государство, основанное на принципах международного права. С 27 сентября 2020 года по сей день школы, больницы, церкви и дома армян в Арцахе и Армении подвергаются нападению со стороны Турции и Азербайджана, которые преследуют цель продолжить геноцид, говорится в резолюции. Призыв к признанию независимости Арцаха направлен также президенту Соединенных Штатов Америки и в Конгресс США. В ночь с 27 на 28 октября в зоне Арцахска-Азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженная ситуация. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах. Вечером противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности, под прицелом оказались Мортуни и села Верхнего подрайона Аскерана. В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта идут бои местного значения. Подразделения армии обороны продолжают действовать по уничтожению диверсионных групп противника, отмечает ВАО Арцаха. Ларс Патрик Берг, член Европейского парламента, призывает к усилению международного давления на Азербайджан, поскольку и без того хрупкое прекращение огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта становится все более хрупким. Депутат также подчеркивает свою обеспокоенность ролью Анкары на Южном Кавказе. Ссылаясь на военно-дипломатические источники, Берг привел подробности вмешательства Турции в Нагорно-Карабахский конфликт со ссылкой на российскую газету «Коммерсант». Согласно статье, Анкара направила 600 турецких военнослужащих на учения, которые прошли в Азербайджане в июле-августе. Затем эти солдаты остались на земле, чтобы поддержать нападение азербайджанцев. Депутат Совета Европы подчеркивает, что в газете также описаны конкретные случаи, когда военная техника и личный состав перевозились по воздуху из Турции в Азербайджан. Касаясь визита заместителя министра иностранных дел в северо-западной границе страны, министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф сказал, что инициатива Ирана по окончательному регулированию Нагорно-Карабахского конфликта будет представлена сегодня или завтра. Мухаммад Джавад Зариф во вторник вечером в куларах своего присутствия в Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил, что в настоящее время заместитель министра иностранных дел находится в Восточном Азербайджане по политическим вопросам и скоро направляется в Баку, Москву и Ереван. Исламская республика с одобрением высших должностных лиц страны составила план окончательного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, который будет представлен сегодня или завтра и будет реализован позже в Москве и в Ереване. На курдском языке снимается документальный фильм об ассирийско-нестрианских церквях в Хакаре. Фильм «Ответный крик» посвящен 10 церквям. Согласно источнику, значительная часть из 150 церквей, важных для ассирийской общины, в провинциях Хакаре разрушены остальные 30 церквей, разрушаются ворами. 40-минутный фильм журналиста Эмина Сара «Ответный крик» посвящен теме сохранившихся церквей. Автор фильма сообщил СМИ, что в Хакаре много известных исторических построек и они исчезают. Подчеркнув, что церкви в Хакаре и другие учреждения остались без владельцев, значительная часть церквей и монастырей скоро будет полностью разрушена. Они не сохранились. Надеюсь, что этот фильм вызовет интерес к этим зданиям. Владелец 1700-летней ассирийской церкви матери Иоганны в районе Артуклу города Мардин в Западной Армении начал продажу здания. Ассирийская церковь, зарегистрированная Министерством культуры и туризма как культурная ценность, состоит из двух отдельных комнат культовых сооружений, и гробниц трех священников и двух отдельных туннелей. Более ста лет церковь не использовалась как место поклонения, она использовалась как столярная мастерская. Продавец церкви надеется, что ее купит кто-то из ассирийской общины и восстановит, именно как церковь. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Марату Хамуит Типи Будан. Музыка Полная версия видео представлена на официальном сайте Типи Будан. телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.